Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и вчера к шестой циве вышел второй большой патч. Раз в месяц Фераксис радует нас патчами. Ну, как радует, относительно радует, сейчас будем разбираться. Видно, что всё-таки разработчики следят за отзывами игроков, за отзывами сообщества, меняют важные штуки, но и многое не добавляют, что очень нужно, конечно. И ещё очень жалко, что они это всё медленно делают, раз в месяц, по-моему, это слишком, слишком медленно. Ну, давайте по порядку, самые такие основные изменения. Плюс к этому, кстати, кроме патча, ещё вышло два платных DLC, причём одно содержит новую нацию, Польшу, но об этом в конце уже видео, сейчас быстро сначала по патчу, что тут нового появилось, а потом уже разберём вот эти DLC, кстати, как видите, я тут именно за Польшу играю, те самые летучие гусары, которые были в пятую, у них даже, по-моему, иконка нифига не изменилась, да и внешне они так похожи. Такое основное изменение в механике игры, и это касается районов именно, как помните, промышленные районы и развлекательные районы, если в них строить определённые здания, то эти здания действовали на шесть клеток в радиусе. Ну, это можно было увеличить при определённых условиях, но изначально на шесть клеток фабрика и электростанция действуют на шесть клеток в центре других городов. То есть, например, вот промышленный район, здесь фабрика, и она действует на этот город, на этот, на этот, до этого, кстати, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, да, до этого не доходит, и на Вроцлав. Что поменяли в патче? Раньше все районы действовали на все города. Теперь же, если на какой-то город действует несколько промышленных районов, например, несколько фабрик, то выбирается только одна с максимальным производством. Ну, или если у них одинаковое производство, то просто одна. Грубо говоря, уменьшили влияние производства и уменьшили влияние развлечений. Я считаю, это правильное решение, потому что все, получается, строили промышленные районы во всех городах в любом случае, получали кучу производства просто к концу игры, и всё очень быстро шло. А так как компьютер не умеет всей этой фигней пользоваться, его до сих пор не научили новым механикам, то у игрока много производства, даже в сетевых играх слишком быстро всё происходило. Благодаря вот этому они уменьшают, разработчики уменьшают влияние производства на игры. То есть теперь имейте в виду, что надо немножко по-другому ставить, скорее делать такой, смотреть, какой город у вас будет производственным, и вокруг него создавать кластеры других городов. То есть ещё немножко ближе к специализации стала игра. Города стоит специализировать в плане производства, так точно. Я не думаю, что теперь в других городах вообще не надо строить промышленные районы, но в ответ на то, что мне говорят, я гайды не делаю по шестой циве, вот, пожалуйста, меняются механики, и уже немножко по-другому надо играть. То есть я делал гайд по районам, конечно, он не отменяется полностью, абсолютно нет, но немножко по-другому стоит теперь смотреть на то, как ставить районы. Ещё раз повторю, что теперь на город, если на город влияет несколько фабрик, электростанций, что там ещё, зоопарков и стадионов, то выбирается только один с максимальным значением, и только он один будет влиять на город. Если вы меня спросите, стал ли искусственный интеллект умнее, ну, с каждым патчем видно, что разработчики над ним работают, то есть постоянно вносятся какие-то изменения. Главное тут научить искусственный интеллект понимать вот эти новые механики, потому что ощущение, что, блин, половину механик он просто не использует. Да и в дипломатии он, по-моему, тоже не умеет, мягко говоря. Вот вам простой пример. Вот здесь я захватываю Китай, да. Есть ацтеку, у которого только один город. Причём ему другие города никто не захватывал и не уничтожал. Он просто поставил только один город. При этом он считает меня милитаристом. Он ещё в войне с Испанией, но он объявляет мне войну и берёт все свои войска, прёт фиг знает откуда, в мою сторону, чтобы со мной воевать, потому что я милитарист, он ещё, у меня ещё священную войну объявил, потому что я обращаю города в свою религию. Его город я, кстати, не трогал вообще. И вот такая офигенная у него логика и интеллект, мягко говоря, искусственный интеллект в шестой циве. Вот так он выглядит. Хотя с патчем вроде как, ну, по ощущениям, опять же, они стали поумнее, начали более-менее нормальные чудеса строить, следят за своими обещаниями, следят за тем, что вы им обещаете. Ну, более правильно. То есть ушло, по-моему, ощущение того, что компьютер как истеричка себя ведёт. То он вас любит, да, то он внезапно начинает с вами воевать. То есть, опять же, на примере ацтеков. Вначале мы с ним были дружочки-пирожочки, но он не мгновенно меня стал не любить. Постепенно-постепенно, пока я воевал с Китаем, захватывал его города, он сначала не захотел со мной дружбу водить, потом там обвинил меня. То есть видно, что изменения отношений происходят постепенно. Тут нету такого теперь уже внезапных каких-то объявлений войн. То есть я уже посмотрел на двух играх с компьютером, по-моему, более-менее. И они там стали одобрение и осуждение какие-то вменяемые выносить. То есть нету, опять же, знаете, какого-то непонимания, почему компьютер с тобой так разговаривает дебильно. Так что улучшают постепенно по патчам, но в плане все-таки ведения войн и прочего, не знаю, наверное, мне стоит сделать какой-то стрим. Опять, например, за ту же новую Польшу сделать стрим на последнем уровне сложности, поиграть, посмотреть, что изменилось. Ну, опять же, пишите в комментариях, надо ли вам такое. Два других важных изменения. Стоимость производства чудес теперь поэтапно снижается. С промышленной эры примерно на 10% до эпохи атома примерно на 40%. То есть начиная, как вы выходите в промышленную эру, потом новое время, потом эпоха атома, каждый раз стоимость чудес в молотках будет ниже. Ну, во-первых, все-таки, по-моему, чудеса здесь слишком дороги в строительстве. Во-вторых, это баланс для того, что вот сейчас убрали вот это влияние фабрик со всех промышленных зон, что только одна зона влияет, значит, соответственно, у нас, у вас будет и меньше производства. Значит, и чудеса должны меньше стоить. И следующая важная стоимость исследований технологий и социальных институтов поэтапно повышается с промышленной эры примерно на 5% до информационной эры. Теперь не до эпохи атома, а до информационной эры примерно на 40%. То есть, по идее, с каждой эпохой стоимость науки будет увеличиваться и увеличиваться. Тут проблема в том, что я вот специально посмотрел, специально вот сейчас вышел, ну, вообще и до этого играл. Я почему-то не замечаю этого увеличения. То ли оно опять не для всех скоростей сбалансировано, потому что вот я на сетевой скорости играю, то ли оно не сразу при выходе в какую-то эпоху срабатывает. Ну вот, сами посудите, промышленная эра, то есть, например, там, общевойсковая бригада 705, это на сетевой скорости, а так оно 1410, то есть ровно в два раза меньше. То есть, оно никак не увеличилось, хотя я уже вышел в новое время. Должно увеличиваться, начиная с промышленной эры. То есть, уже в промышленной эры должно было на 10, нет, на 5% увеличиться. В новое время на 10%, в эпоху атома на 15%. Возможно, опять они тут что-то недоделали. Я не увидел этого увеличения. Но, по идее, это сделано для того, чтобы те, кто убегает по науке сильно, вот они вышли в промышленную эру и начинают немного притормаживать. То есть, им уже сложнее открывать технологии. Кроме того, была проблема в том, что, например, в сетевых играх, в принципе, полностью открыто все дерево технологий, полностью все социальные политики изучены, а до конца игры еще долговато. То есть, настолько быстро все изучается. Но почему они это делают, увеличивая стоимость технологий вот таким макаром, а не вводя штрафы за постановку городов, как было в пятой циве, мне не очень понятно. То есть, все равно остается все, как и было. Чем больше городов, тем больше у вас будет науки и, соответственно, ну и культуры, и вы будете все быстрее открывать. Ставьте больше городов, и будет вам счастье. Никаких штрафов за количество городов, по-хорошему, практически нет. Есть, конечно, штраф в плане счастья, но, по-моему, здесь все-таки высокие города намного хуже работают, чем широкая империя. То есть, больше городов с маленьким количеством жителей. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS — международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте карту интересующего вас города под любую платформу 2GIS, если быть точным. Третье важное изменение механики, оно опять касается районов, и, в частности, уникальных районов. Теперь все уникальные районы наций требуют все-таки населения. Если помните, раньше у всех наций, в которых есть уникальные районы, там, например, Греция с Акрополем, с Германией, с Ганзой, Бразилия с уличным карнавалом, Англия с верфью Королевского флота, ну и так далее и тому подобное, там Россия, естественно, с Лаврой. Эти все уникальные районы мы могли построить в любой момент, не влияло на количество жителей, они еще и стоили в 2 раза меньше, поэтому все эти нации банились во время игры, чтобы люди не пользовались. Теперь же эти районы точно так же требуют населения, то есть 4, 7, 10 населения, 13, и влияют на вот этот лимит. Естественно, все равно Германию будут банить, потому что там Ганза хорошая, но теперь можно, в принципе, и за Грецию играть, если не считать внимания, что у нее классные начальные юниты, и Россия, в принципе, уже чуть послабее становится, потому что надо выбирать либо Лавра, либо Кампус. Это правильно по балансу, потому что это слишком крутой был бонус. При этом улучшены уникальные улучшения, то есть миссии улучшены у Испании, если помните, вообще очень мало кто строит уникальные улучшения у нации, потому что казалось, что и миссии какие-то фиговые, и шато у Франции фиговое, но вот у Испании теперь миссии приносят больше веры. У Франции их шато, где тут оно, шато, 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 шато начинает приносить больше культуры, так что уже можно смотреть, имеет смысл или нет. Так обычно их вообще до этого не строили никто. Ну и еще важное по поводу районов. Космопорт теперь перестал требовать население. То есть космопорт можно построить в любом городе, в любом... Ну, естественно, там нужна ровная площадка, ни холм, ни горы, но население он больше не требует. Это, кстати, я считаю, правильное тоже внедрение. Так как у нас уменьшилось производство, благодаря тому, что работает только бонус от одного района, то и уменьшилось требуемое количество производства для космических проектов. Теперь все космические проекты, вся их стоимость снижена на 40%. Намного, намного, намного быстрее это все будет строиться. И, в принципе, теперь возможность победить наукой, именно улететь в космос, мне кажется, повыше стало. То есть вы побыстрее будете заканчивать, потому что обычно было... Вы все тут исследуете, а построено только каких-нибудь два проекта космических. Ну, по-моему, на 40% снижение... Кстати, космопорт остался такой же по стоимости. То есть космопорт такой же. А вот все вот эти запуск искусственного спутника, что тут у нас еще... Лунная экспедиция, термоядерную стру... Нет, вру. Запуск реакторного модуля, запуск гидропонного модуля, запуск жилого модуля. У них, у всех, стоимость производства снижена на 40%. Так что и это снижение более сильное, чем уменьшение у вас производства, как мне кажется. Ну, не знаю. У меня по ощущениям, как я вот играл, научная победа стала быстрее. Из мелких, приятных добавлений появилась карта Земли. Правда, только стандартного размера. Мне вот часто писали в комментариях, почему нету карты Земли в 6-й цивиле. Теперь она появилась, но только стандартного размера, то есть на 8 игроков. У юнитов появилось вот это действие боевая готовность. То есть, если вы раньше ставили просто в укрепиться, он ставил в укрепление, то при боевой готовности он укрепляется, но камера к нему переходит, то есть у него появляется ход, когда рядом где-то в поле зрения появляется юнит соперника, ну, с которым вы в войне находитесь. Во время береговых рейдов теперь можно грабить район целиком. Те, кто использовал каперы, подводные лодки, вы подплывали, и там по одному зданию каждый ход. Теперь можно, но только во время береговых рейдов. Никогда вы юнитом становитесь на район живьем, нет. А именно только во время береговых рейдов сразу полностью весь район можно разграбить. Что еще из интересного? Ну, куча ошибок исправлено. Вообще, опять же, за логом патчей я отправляю вас на мой сайт. Сейчас вот в верхнем правом углу появляется ссылка, либо в описании смотрите ссылку на лог патча, можно там все посмотреть. Частные игры в сетевых можно, наконец, спокойно делать. Это... оно не исчезает, когда вы сейв грузите, потому что раньше было сделать частную игру, а потом загружаешь, и она становится открытой для всех. Исправлено в графике, в графике кое-какие визуальные составляющие. Там сделан более красивый мечник, представляете? Я, правда, юниты вообще не рассматриваю. Кто вот, блин, будет приближать их рассматривать там один раз? Но мечник теперь сделан красивым. Ура! Или, например, улучшен визуальный эффект города на время сражения. Не знаю, кто за этим смотрит, но оно вот так сделано. К сожалению, очень много не сделано. Вот, например, они добавили в доклады, откуда появляются ресурсы. Но они это сделали дебильно, мягко говоря. Во-первых, они добавили от великих людей. Это, конечно, отлично. Вот если у меня есть великий человек, который дает джинсы, то тут будет написано «джинсы» и «великий человек». Но нафига мне это надо знать в таком виде? Не знаю. Это не очень правильно. И, соответственно, еще дипломатические сделки. У меня просто сейчас нет никаких дипломатических сделок. Например, если я буду торговать вином, то здесь будет добавлено, что вот у меня источник Пекин и источник, например, торговли там с такой-то нацией. Но это все дебильно сделано. Почему не сделать, как это было в той же, в пятой Циве? Когда у тебя есть экран дипломатии, где вот эти все пять чуваков, ну, в данном случае семь, извините, семь чуваков отмечены, ты заходишь на этом экране, видишь их все семь в одном столбике. Чем ты можешь с ним торговать? В другом столбике, чем ты с ним торгуешь? Все, один экран. Вот в этом экране, даже если они сюда подобавляли все эти события, ну, реально, вот как это тут искать? Что это за такое использование нашего времени странное? Далее. Очередь строительства до сих пор не появилась. То есть это, по-моему, настолько очевидное добавление. Не, нафиг надо. Кроме очереди строительства не появилось. Когда вы что-то достраиваете, то в городе, ну, вот, например, я в Кракове достроил. Сейчас вот выберу какой-нибудь. Вот, я построил. Написано, завершено осадная башня. На самом деле, осадную башню, опять же, позапрошлым ходом построил. Вот она движется. Почему до сих пор этот глюк не исправлен, я не очень понимаю. А в некоторых городах вообще не пишется, что было прошлым построено. До сих пор. Ну, часто меня спрашивают, игра в команде в шестой циве? Нет, до сих пор ее нету, не сделано. Ну, и если для сетевых игр, там, команда, там, 2 на 2, 3 на 3, еще можно подождать, потому что лучше в игре пока разобраться, то я знаю, что многие любят просто, там, вдвоем с другом сесть и против восьми компов играть. Но этого сделать невозможно, игры в команде нету, потому что еще полностью игра не сбалансирована, и я думаю, что командная игра... То есть есть всякие возможности просто исправлять файлы игры и поиграть в команде. Я думаю, это погуглить можно сделать, но я не рекомендую, потому что всякие проблемы начинаются. Не сделан рестарт игры. Ну, такая уже тривиальная вещь. То есть когда вы играете соло против компьютера, у вас начинается карта, вам не нравится ваше место, вы хотите сразу рестарт сделать, чтобы не делать сразу настройки карты, заново это все не вводить. Этой кнопки нет. Она, кстати, в пятой циви появилась года через 2 после выхода игры. Ну, соответственно, и сохранения настроек игры тоже нет. Вот я, например, хочу часто играть на панге и на 8 человек. Я не могу сохранить эти настройки, мне постоянно их надо выставлять, когда игру начинаю. Какие-то еще предупрежу вас, сейвы прошлого патча, они запускаются, но вот, например, механики, некоторые механики работать начинают неправильно. Так что я вам все-таки рекомендую новую игру начать, если вы еще нет. Либо откатить патч и закончить прошлую игру на прошлом патче, а потом уже начать новую с новым патчем. Ну, это так, на всякий случай предупреждение. Не сделали просмотр реплея в конце игры, ну, повтора такого вот, как в пятой циви, когда вы побеждали, вам такая карта, все как развивалось было, только графики есть. Опять этого реплея нету. Того, чего многие ждут и многие любят в циви, это одна из фишек. Опять же, повторю, в пятой циви тоже его не сразу ввели, не знаю, где-то через год он только появился. Да, заканчивается торговый путь, не показывает, какой был прошлый торговый путь. Тоже, ну, такая тривиальная вещь. Вот закончился у меня торговый путь, какой у меня был прошлый торговый путь, пойди угадай. Все это есть в модах фанатских, они это уже все сделали. По-моему, это очевидные вещи, которые надо вносить, вот просто, что первым на ум приходят. Но в патче этого нету. Так что либо играйте с модами, либо просто ждите следующих патчей, или через полгода придите в шестую циву, тут уже все будет явно с патчами сделано. Ну и дополнение. Значит, вышло два дополнения. Одно приносит новую нацию, Польшу, другое приносит сценарии и некоторые дополнения в плане, например, городов-государств. Оба стоят 209 рублей российских, или там 5 долларов, в зависимости от того, где вы живете. Если вы купили делюкс-версию, то дополнения вам достанутся бесплатно, как мне, например. Если же вы не делюкс-версию, то придется их покупать. Естественно, я их не рекомендую сейчас нестись их покупать. Лучше дождитесь распродажи. Более того, слава богу, Firaxis тут не жадничают. Если вы найдете человека в сетевой игре, у которого эти дополнения есть, и сыграете с ним сетевую игру, то они у вас будут работать. Я вот сейчас играю сетевую игру, которую выложу потом на канале. ФФА-сериал очередной. Я хост там. И так как у меня все эти дополнения есть, то, соответственно, там можно и за Польшу играть. Правда, Польшу сразу забанили, так что Польши там не будет. И, например, появляются города... Появилось 6, по-моему, новых городов-государств. В общем, по одному для каждого типа. Вот, например, видите, вот в этой игре есть маскат. Это новый город-государство. Новый торговый город-государство. Антона Нариву — новый культурный город-государство. С таким вот лемурчиком. То есть появились по одному городу-государству для каждого типа. Кроме того, три новых чуда еще появилось. Вот тут у меня их нету в игре, но в сетевой, по-моему, там одна из них есть. Например, Эйяфьяда-Якудль. Знаменитый вулкан, который подгадил когда-то самолетом во время своего извержения. Вот Эйяфьядла-Якудль. Соседние клетки Земли дают плюс одну культуру и плюс две пищи. Люси-Фьорд. Морские боевые юниты, оказавшиеся на соседних клетках, получают повышение. И Дорога гигантов. Наземные боевые юниты, оказавшиеся на соседних клетках, получают способность Копье-Фина. Плюс пять к боевой мощи. Города, государства и чудеса это дополнение набор викинги. Это в нем. Вот если вы покупаете этот набор викинги, будет у вас шесть новых городов-государств и три чудо-природы. Плюс к этому еще сценарии. Сценарии за этих викингов. Там можно поиграть. Другое дополнение, это, собственно, Польша. Там тоже будет сценарий, но самое главное, это нация Польши. Вот я, собственно, за нее играю. Вот так выглядит Едвига. Ее способность, Литовский союз, религия, основанная Польшей, получает большинство в одном из соседних городов, который теряет клетку в результате культурного захвата. Это вот от золотой вольности. Сейчас дальше расскажу. Священные места получают увеличенный бонус веры от соседства с военными лагерями. Все реликвии дают бонус к вере плюс два, к культуре плюс два и золоту плюс четыре. Ну, я тут как ни старался получить реликвию, то есть давал апостолам способность мученик, как-то слабо соперники со мной воюют на этой карте. Религии именно почему-то, то есть уменьшили, видимо, им эту, вот это их желание распространять религию безудержно. Напомните, как вот в первой игре они это все делали. Способность нации, золотая вольность, производит культурный захват соседних клеток при строительстве военного лагеря или форта на дружественной территории. Одна ячейка военного курса при текущей форме правления превращается в универсальную ячейку. Ну, первая половина, считайте, как цитадель генерала в Пятой Циве, когда вы им ставили крепость, отжирали территорию. Вот это я считаю, конечно, неправильно, что дали Польше. Вообще-то способность даже в Пятой Циве, по-моему, слишком крутой была, но там хотя бы она сбалансирована тем, что оба человека в игре, ну, я говорю сейчас про дуэль, ну, вообще, в принципе, оба человека могут получить генералов. Там нет у кого-то каких-то поблажек, если не говорить про Китай, у которого там бонус к рождению генералов был. Здесь же только одной нации в игре это дается, и Польша может просто отъедать территорию на ровном месте. Для этого либо, ну, военный лагерь, естественно, вы не будете много его строить. То есть военный лагерь для одного города. Вот это нормально еще. Предположим, военным лагерем отъездить территорию – это нормально. Я так считаю, такая хорошая способность. Но то, что при этом вы фортами сможете отъедать территорию – это слишком круто. Ну, в комментариях там народ возмущается, что вот, рабочими, теперь можно территорию отъедать. Вы забываете, что форты строят не рабочие, а военные инженеры. И у военных инженеров всего два заряда. Но этого достаточно. Ну, я еще напомню, что военного инженера можно построить только в военном лагере, в котором есть военная академия. То есть к этому надо подготовиться, не просто так. Но даже одной военной академии в принципе достаточно клепать там этих военных инженеров, и можно вокруг территории у себя позахватывать выше крыши. И мне кажется, если мы говорим про сетевые игры, то надо для Польши сделать такое правило, что военными инженерами, фортами она территорию не отъедает. Только военными лагерями. Тогда это способность еще более-менее. Уникальный юнит ничего интересного и нового. Точно такой же, как в пятой циве. Вот этот гусар, он просто отбрасывает юнит назад, если наносит ему больше урона, чем получает. Так, на чем нет пока? Это он просто убьет. Ну, такая же способность. Просто отбрасывает назад юнит, если наносит ему больше урона. Все. Никаких бонусов к силе, ничего нет. Я бы даже сказал, что такой уникальный юнит у Польши по сравнению с другими уникальными юнитами слабоватый. Тем более, что он открывается еще и не в научной ветке, а в культурной ветке. Так, знаете. И уникальное здание у Польши суконные ряды. Оно строится в коммерческой зоне, заменяет рынок и дает больше золота. Нет, золото столько же. Оно дает преимущество торговым путям. Если вы отправляете международный торговый путь, то вы получаете плюс два производства от этого торгового пути. А если внутренний, то плюс четыре золота. Из города, где построены вот эти суконные ряды. Так что имеет смысл строить и неплохо вы так будете добавлять к производству, да и к золоту тоже. Так что коммерческие районы, мне кажется, для Польши обязательно в строительстве. Ну и, да, еще есть сценарий такой. За 60 ходов вы должны защитить Польшу, Прагу и Вену от тефтонских рыцарей и турок-османов. То есть вот два таких дополнения. Я считаю, что они своих денег не стоят. Дождитесь распродаж паков DLC. Явно тут будут они еще выходить. То есть здесь, получается, разработчики дополняют игру именно вот этими DLC. Хотите, чтобы больше у вас городов-государств было? Покупайте вот это платное дополнение. Хотя тут всего только шесть городов-государств. Хотите больше Чудес света? Платное дополнение. Хотите больше наций? Собственно, покупайте эти нации. Вот и все. Патчами Палан справится очень медленно. Так что мне кажется, что если вам пока шестая цива не нравится, надо к ней возвращаться через полгода. Мне же она, конечно, вкус испортила в том плане, что она сама по себе куцая, но в пятую циву мне возвращаться не хочется. Ну вот, блин, не хочется. Мне вот нравится уже играть в шестой. Вот такая проблема. Ну, на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Еще раз повторю, все подробности о вышедшем патче почитайте у меня на сайте. Ссылка в описании или в верхнем правом углу. Ну, а на этом все. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.